Брянск разделился на два лагеря – зоозащитников и тех, кто считает, бездомных собак на улицах города быть не должно. Но в случае с убитыми алабаями и те, и другие подчеркивают – псы были с ошейниками, а значит, чьи-то. Елена Волкова с супругом знают об алабаях все. Среднеазиатскими овчарками занимаются 8 лет. Сейчас в вольерах 6 собак. Дрессировать надо обязательно, с ними надо работать и очень много. В них надо очень много вкладывать. По словам Елены, азиаты к людям относятся не агрессивно, если их не провоцировать. Может, собакам, если какая-то, почувствовали агрессию, или на него рыкнул кто-то, или, как любят наши маленькие собачки, потявкать. Естественно, азиат молчать не будет. Азиатский волкодав – идеальный охранник, но порода очень свободолюбивая. Вот эти малыши уже практикуются в копании. Пока хозяева не опасаются. Но когда собаки подрастут, землю вокруг вольера зальют бетоном. Какую высоту могут перепрыгнуть, если… Они как кошки некоторые лазят. То есть не перепрыгнут, а просто лапами раз и пашут. А через этот не перепрыгнут уже? Ну ладно, нет, высоту им некуда. Алабаи – все бегуны, подчеркивают заводчики. Если заводишь такую породу, надо серьезнее относиться и к ограждениям, и к вольерам. Следить за своей собакой, воспитывать и соблюдать правила выгула призывает и кинолог Олег Лузганов. Собака без поводка и намордника – опасно. Все идет только от человека. Человек задал ритм животному такой. Вот он сказал, можно так себе вести в общественных местах. Можно выбегать, можно швыряться, можно лаять. Допускал эти моменты в процессе жизни собаки. Соответственно, у нас вырастает самая невоспитанная животное, которое ведет себя так, как хочется ему. Бич современных городов – одичавшие собаки. Когда-то выброшенные хозяевами за ненадобностью, они собираются в стаи, размножаются и нападают на людей. Нападают, как правило, в стаи чаще всего самые слабые, самые неуверенные животные из-за вот этой вот неуверенности. Соответственно, стаи начинают поддерживать. Наш телеканал уже рассказывал о проблеме жителей микрорайона Отрадная. Бездомная собака покусала ребенка. Псы не дают прохода и взрослым жителям. Я иду раньше всех на работу. Кто меня спасет? Никто. Отловите, пристройте их куда-нибудь. Если не можете, решайте кардинально тогда. Каждый год около 500 человек обращаются в медучреждение города по поводу укусов бездомных собак. Оппозиция – кормители, своры. Кормим каждый вечер. Скажите, а почему вы домой не забираете? Вы кормите их? Я взяла уже одну. А еще? Расти. Ага, куда? На пятый этаж? Специалисты подчеркивают, кормить бродячих собак отнюдь не благое дело. Это опасно. Его делать нельзя. Ну, по той причине, что они прилюбливают. Прилюбливают этого человека и начинают обитать в этом месте, потому что здесь их кормят. И, соответственно, живут в этом месте и начинают его защищать. То есть случайный прохожий воспринимается как чужак, а значит, должен быть изгнан. В этом году в Брянске покусано уже почти 200 человек. Заводчики и кинологи сходятся во мнении. Любая собака требует внимания и ответственности. Если бы те алабаи были под присмотром, они остались бы живы. Их хозяев полиции пока найти не удалось. Екатерина Пормон, Анатолий Чекрегин. События. Брянск.